не повторяйте увиденное дома вообще нигде не повторяйте огонь это не игрушка тем более что при плавке металла на всю округу стоит жуткая вонь здравствуйте дорогие друзья сегодня будем из руды выплавлять железо так как за основу зетодоменная технология то теоретически на выходе мы должны получить чугун сразу хочу внести пояснение первое чугун это сплав железа с углеродом и мы это знаем второе в точности повторить дедовский метод задача не ставилась третье также не сдавались цели получения крицы или какого-либо готового изделия на этом этапе наша цель эксперимента заключалась именно в получении собственно железа из руды расплавив металл до жидкого состояния подчеркиваю это именно эксперимент они историческая реконструкция чтобы полностью соответствовать исторической реконструкции вместо пылесоса должны использоваться меха приводимые в действие людьми лошадьми или водяным колесом ну и по идее кирпичи мы также должны лепить сами но даже взяв готовые кирпичи и применив средства малой механизации для нагнетания воздуха в печь выплавить железо оказалось не так то просто кстати эксперимент с изготовлением кирпичей из грязи мы уже проводили поэтому можно сказать что этот пункт также выполнен а если кто не видел фильм про изготовление кирпичей то ссылочка находится в описании в марте 2020 года мы уже предпринимали попытку выплавить железо из руды и эта попытка была неудачной в печке сложенной кое-как температура не набиралась и естественно никакой руды мы не расплавили максимум что у нас получилось это отжечь ее однако неудача это не повод опускать руки для продолжения эксперимента мы решили подойти более серьезно к постройке печки сам процесс ее постройки показан в отдельном фильме если кому интересно то ссылочка также есть в описании новая печь сделана по всем правилам шамот на ядро выкладывалась на огнеупорную глину внешне тепловая рубашка из обычного красного кирпича и на обычной глине также была сделана дополнительная печь для подогрева вдуваемого воздуха принцип работы всей системы простой нагнетаемый воздух проходит по трубе где он разогревается затем уже горячий воздух попадает в горн основной печи там происходит сгорание угля при этом выделяется тепло за счет которого плавится железо и стекает вниз в чашу по мере прогорания угля и стекания металла вниз вся шихта также опускается вниз и сверху подсыпается новая порция то есть точно по такому же принципу как работает доменная печь на заводах с той лишь разницей что вместо ледки для выпуска чугуна у нас было окно для доступа внутрь шихта это смесь руды древесного угля и извести в качестве флюса все это сверху засыпается в горн печи и по мере прогорания опускается вниз следующий раз мы плавили железо из руды в начале сентября 2020 года использовали руду отожженную еще в марте в первый заход было несколько циклов загрузки печи послойно уголь руда и известь снова уголь общее время плавки составил около трех часов хочу еще раз заметить не повторяйте это на своем участке или тем более дома помимо высокой пожароопасности стоит жуткая вонь который лучше не дышать профессий много на свете есть и в каждой прелесть своя и в каждой совесть и в каждой честь не по цене рубля хлеб ли растить или бить гранит профессии нет важней если за ней человек стоит значит она для людей и металлурги стоят у печей не за подсчет и медаль просто у них сердца горячей руки крепки как стань и после трудных бессонных ночей ограды дороже нет яркими искрами жарких печей они зажигают рассвет люди открыли тайны земли сквозь вековые пласты только такие парни смогли сердцем земли быть на ты дышит мартенами южный гуспас пульсе рабочего дня и варят прочный горячий металл земные боги огня и металлу после того как шифта прогорела и опустилась до самого низа после того как шифта прогорела и опустилась до самого низа мы выключили подбул воздуха и скрыли горн при этом смотрите как оплавились огнеупорные кирпичи которыми закрывалось окно горна рот веселой скриви в усмешке расправив нехилую стать овер сказал без спешки мать вашу вашу мать все сразу пришло в движение дрогнули стрелки есть ампераж рук термопар круженье столевары поймали кураж килограммов последних добавки улетки подручный устал что ж господа делайте ставки вот и пошел металл огнем и яростью дышит этот кромешный ад но каждый каждого слышит и от причастности рад рад осознание дело от которого вроде устал но душа вновь душа запела это сваренный льется металл полный ковш под завязку послушен команде ли рай будет вечно с металлом в связке Мендельсона им отыграй и укоротилась лава плавно река течет где-то черт затерялась слава жаль что где-то отстал почет белозубой сверкнул улыбкой мальчишка гордо посмотрит вдаль земля под нами не будет слипкой мы плавим лучшую в мире саль седины соливар коснется слава богу не одинок и мальчишке там улыбнется попей-ка воды сынок в конечном счете у нас получилось выплавить железо из руды однако ввиду того что руды было мало то слой металла получился тонким но тем не менее железо есть и куски на которых есть этот слой прекрасно магнитится они имеют металлический звук и блеск что собственно и требовалось доказать для того чтобы получить железный слиток руды нужно в разы больше вдохновившись процессом в конце ноября мы провели еще одну плавку и на этот раз попробовали переплавить металлолом исходя из результатов сентябрьской плавки оставалось маленькое сомнение что температура в печи не поднимается до должного уровня поэтому решили провести контрольную плавку на готовом железе чтобы убедиться что печь работает правильно и что железо расплавится в переплавку пошли чугунные фитинги куски стальных труб болты и разные обрезки в качестве извести использовали колотый камень необожженного известняка который дробили тут же профессии на планете прекраснейших немало поклоны хлеборобу шахтеру и врачу а мы имеем дело с расплавленным металлом и дело по душе нам и дело по плечу сверкают как сорницы мартеновские печи и домны как ракеты на стартовом столе мы гордо расправляем натруженные плечи есть все таки мужская работа на земле напрасно называют металлургию черной поэт назвал бы звездой и был бы трижды прав вот россыпь звездопада пол неба засияла кипящего металла мы украшаем прав расширился это его ближе к стенке а вот блин а можно кстати его полностью не разатывать в смысле второе оставить на месте нам уже рота вулкан так сейчас я свет выключу ух ты вот какая-то конкреция образовалась вот и вот шлак сейчас я думаю так можно ударить они орудуют в печке топором а вон макс и железо вот вот она прямо это следы остается от аппаратом остается она прилипла вот она сплавилась ну правильно там где дула там была большая температура на туда стекло но это опять видишь нет труб расплавились трубы то твои обратите внимание в горне нет обрезков и каких-либо труб то есть весь металлолом переплавился и превратился в такой вот ком который при ударах не крошится и имеет металлический звон при этом на куске остаются вмятины от ударов таким образом температура плавления железа в 1538 градусов определенно была достигнута как в этот раз так и сентябре что собственно и требовалось доказать пока погоди сейчас я без света я сниму блин это мешает мне у ну вот это похоже на какую-то железяку кстати она извинит как железка вот на камень положи ее а то парить так как вывод по итогам трех плавок можно однозначно утверждать что железо нельзя получить случайно просто в костре как пытаются некоторые представить получение железа именно в виде железа как сырья не говоря уже об изделии из железа это сложный многоэтапный процесс причем результат каждого предыдущего этапа является сырьем для последующего и этот промежуточный результат нельзя применить в быту абсолютно нигде и даже для получения этого промежуточного результата на каждом этапе его получения необходимо строго соблюдать технологический процесс так как при малейшем отклонении промежуточный результат будет совсем иным чем требуется и в итоге железо не получится говоря простыми словами чтобы получить железо именно в виде железа как сырья нужно точно знать что именно ты хочешь получить и нужно знать весь технологический процесс в целом железо нельзя получить случайно в костре гораздо выше вероятность что обезьяна посаженная за печатную машинку просто случайно ударяя по клавишам напишет войну и мир только выполнив все условия на каждом этапе можно получить результат однако для того чтобы сделать хотя бы один гвоздь руды должны иметь более одного ведра а вспоминая количество железных изделий в прошлом можно только догадываться насколько в древности была развита логистика по доставке руды угля извести и прочего друзья если кому интересны логистические выкладки то они подробно изложены фильме про доминую печь которая находится в рязанской области ссылка на этот фильм также есть в описании наши эксперименты железом еще не закончены и мы будем снова плавить следующий этап это попробуем отлить изделие из железа выплавленного из руды друзья предлагайте в комментариях чтобы вы хотели видеть в качестве отливки а я на этом с вами не прощаюсь впереди самое интересное благодарю вас за внимание всех вам благ